здравствуйте канал instagram все еще на даче все еще с евгением вот ваня у нас гуляет заливает полы занимается там маринует крылья а мы сегодня по нашему профилю новинка белорусского рынка но в этом году появилась значит суть предыстории рассказа обязательно евгений валерьевич я у тебя из ему суть предыстории обязательно важна поскольку в россии эта бутылка присутствует очень давно и этого а вот этого производителя нету да и этой бутылки в россии не было это их новая штука был полугар ну значит есть такая контора родионов и сыновья они владели торговой маркой полугар раньше налилась в польше все с прошлого года они выкупили парическую винарню винокурню винарню да то есть ну который у нас там виски занималась и прочее где есть аламбик позволяющий гнать этот полугар сейчас весь полугар который выходит он разливается в беларуси на паричах и вот они кстати стал дешевле на 20 рублей 48 они шестьдесят восемь да мы сегодня видели по самому кстати же не может как нибудь возьмем потому что грушевый я бы грушевый интересно в прошлый мы пили еще польский в чем появился вот хлебник они сделали типа элитную самогонку она есть нескольких вариантов у нас по моему ржаной да гречиш гречишный гречишный хлебник значит 20 рублей стоит бутылка 20 20 это 20 ну ровно 20 мы отдали сегодня в евро опти купили значит нам было интересно попробовать это дистиллят исторический рецепт от бориса радионова автора возрожденного полугара то есть это как бы вот тут везде это и радионов и сыновья все положено дизайн прикольный минималистично красивый бутылка красивое дно скошенное мне сразу же смотрю что язычок не заклеен значит состав почитаем дистиллят зерновой вода подготовленная дистиллят зерновой горячишный добавлен сюда поэтому и гречиш на все ну крепость 40 объем 05 парижская винарная республика беларусь все февральская судя по этикетке 14 февраля да вот они туда его и выпустили ну вот мы только до этого продукта я хотела его честно купить и вы говорили что в европе акциста все равно надо победить будет он же явно это им не порвется а вдруг там успокоишь это на это нато резиновые резиновые белорусские зубами только еще закрывать а у них смотри своя контроль к своя контроль капота под пленкой но спасибо хоть это так много у кого ну вот чисто дистиллят должен быть но с евгением должно зайти мы любим да это были же самогоночки попить давненько дистиллятов не было на канале более качественный дистиллят который выгнан типа поэтому подготовлен закуска не менее качество же эксклюзивная между это твой огурец огурец мой он уже засолил севин как бычковой и чавский хлеб чавский хлеб могилевчане с дыханием произносит чавский хлеб потому что это считается у нас ну кто будет в могилеве покупайте чавский хлеб о да он ну вот вот за это можно платить 20 рублей уже ну я так тебе скажу что по цене просто когда ты увидел вот я увидел сначала полугар они рядышком на полке стоят причем кстати полка тоже не на уровне глаз то где-то уровне колена на уровне тоже странно что полугар 48 годы 2 и хлеб не куритка сколько он потому что одно там ценники так наклеены не было видно два олега или два за 20 да ну просто не мы думаем мы бы плохо взяли просто это не пили а брать 2 1 2 напитка одного плана за один раз не хочется но и слушай ну очень мягенько и есть вот это вот гречи жена есть гречичка и гречу скоро же кашкой кашкой так вот есть вот это вот если кашки не горел однако горячий гречка вот когда достаешь схолотили но есть немножко тут он гречиш на и был верхний аромат положишь эту сухую понюхаешь она есть есть очень и очень мягенько вот но мне нравится единственное есть немножко нотка такая мимо как тебе сказать она такая на чуть-чуть она поначалу проскакивала вот сейчас уже стала уходить под застоя немножко вот такого ну как это тебе сказать за 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 запасности чуть-чуть чуть-чуть затхал я была сейчас уже нету еще минут в первом сейчас гречки вообще поперла шикарно где реально сейчас гречневую кашу вот сейчас вот именно пахнет гречневой каши но мягенько пахнет да и так если мы возьмем не за глаза сказано про этот дедов сам как у него упаси бога от деда но нарочанские это вот на уровне платана на уровне что-то вот туда но это там более так это уже на самом деле ближе с тем полуганным но там вот таким легким легкой классного самогона очень есть такой и так единственно что просто смотри есть першачок деда есть добрагон но есть там еще этого знаете вот так есть водки когда мы говорим иногда есть привкус дешманские водки вот них есть принцем привкус дешманского самого но здесь в запахе нету дешманского смогла нет единственно что если вы хотите это нюхать на реально нужно над налить и чтобы вот буквально ну постояла порыть уши потому что будет реально пахнут гречневой каши так что с рюмкой вообще гречкой пахнет такая приятная самогонка вообще обалдеть вот проблема с такими запахом потому что надо сейчас уже мозг на вот мозг настроить а сейчас вкус даст еще капец мы проверяем я поел гречневой каши такой знаешь вот вот эта гречка которую подогревали на сковородке она чуть-чуть припеклась так тихо держим держим я буду держать до конца она очень нет она хорошо все нормально реально очень горочка пошла гречка но вот смотри гречневая каша не знают тушеная чем-то когда подогревал вот то что когда делаешь на костре самое вкусное снизу где сама под гордой вот это вот все вместе с морковкой канцурситой ой люто люто прикольно у тебя у меня сейчас во рту стоит вкус гречки мы хлебушка на реально же не во рту стоит вкус гречки до сих пор гречка с хлебом с чалским не знаю как это работает короче я сейчас лет двадцать назад до школу закончили в поход уехали там на четыре дня на рудей у нас ну дохоронилища в лесу варили игре делали от лах эту гречку с тушенкой там все я там ребят как там этим нам очешуительно ну и дайте так как наконец уже можно сказать эту фразу канале паричи никуда не были говном там откровенном он просто они с виски херней страдали непонятный но кроме самого первого до глаза ламината был у них хороший потом у них был неплохой этот первый разлив ок лэнса не нормально теперь можно интересно посмотреть те пару раз кидал именно самогонов которые именно паричи паричи делают интересно просто я хочу сказать что родионов эти но сделали вкусный самогон ну в очередной раз убеждаем что там кто-то еще может стоит просто мы же не знаем кому они просто на предприятию или купили они купили попили ну значит там появился хороший технолог появился хороший контроль качества который стоит и на уровне контроля всех это они короче пришли они оставили бюджет линии для того чтобы зарабатывать видимо на бюджете а начали делать премиалку которая позволяет делать наличество еще на заводе аппарат аппаратура техника и так далее и просто премиалка ну вот это бомба очень класс я считаю что за 20 рублей а мне это не жалко а это по моему кстати наш вот этот вот белгородский подписчик наш он как раз таки у него там теща где-то вот он говорил что он в фирменном магазине их вот это брал и говорил что очень вкусная штука он только говорил что там фирменном магазине это дешевле гораздо так конечно дешевле это все там все дальше дай логистику дай наценку магазина дай да и на полку работу менчера это не мешает ну понятно не мешает там и объемы другие ну слушай ну блин но это я могу сказать что это элит продукт в клаве в плане самогона однозначно это однозначно открытие одно из открытий будет если мы будем делать какой-то новогодний то в этом году я думаю он туда влетит я могу сказать что для самогона это вот но это вот как в свое время был для нас наверное этот зерногон который нам прям на девяточку зашел на много такое ощущение что это туда же то есть самое интересное что он еще именно для мира слова речи накидается вкусовой ну да это самогон особый да но они пишут эти напиток спиртной дожди нет они пишут гречневый но спиртной зернового сырья а напиток спиртной зернового сырья у нас нельзя писать самогон у нас так пишут ну ребят это частичный чистейший дистиллят и до гречка здесь капец но я сегодня чувствую я хочу пшеничного если встречу куплю она рядышком наверно полка не было не было тут только гречиш не стоял там где стоял бы или гречишных это они просто у них куплено 2 линейки но стоял только гречиш не есть и встретим другой какой-то обязательно купим этого но это клёво даже даже то что это гречиш не мне не мешает он офигитель да и так во первых это это вкусовая штука но не нас тоже не поняли что типа там нет супер вкусовая здесь супер гречка ну не тут все-таки спирт тоже чудового алкоголь то чувствует понятно а то сейчас расскажешь типа гречневая на все люди так тарелку нальют там масло и все кто смотрят алкогольный канал понимаешь что там в первую очередь понятно что здесь вкус алкоголя ну понятно что здесь это самый вкус самогонки а потом уже гречка бамбео гречка больше еще 100 теперь уже гречка понюхал уже даже гречка ты сейчас выпей я там во вкусе это хлебная слеза плюс гречка его не надо закусывать а я вот хочу в нем уже есть закуска в этом фишке бамбео вообще для меня разрывака меня меня этот самогон разорвал женя в клочья я офигительно готов это пить ну все это типа офигительно что по мне это напиток года почти что я прям удивлен настолько насколько могу быть удивлен я не ждал вообще такого уровня я думал будет просто хороший дистиллят но чтобы настолько это все пишите в комментариях сколько лично мне перевели к паричи на карту которые есть в описании канала это я так напоминаю тем кто хочет увидеть какую-нибудь интересную реакцию уже уже увидели реакцию гречневую кашу со спиртом самое же неинтересно молил бы мне это 15 назад я бы сказал уйдите на я до 30 лет гречку ненавидел я сейчас не особо любить они это я люблю сейчас наоборот после 30 у меня было у меня после 30 проснулась любовь к водке и гречке вот раньше еще там виски коньяки после 30 как-то так знаешь захотелось водки селедки и гречки есть вопрос знаешь что же по гречке такая такая штука типа как 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 ее еще сделать просто многие же варят просто просто варить крупу и все просто на воде и она еще у нее текстура такая не за а если туда зажарочку морковку зажарить туда добавить а если еще это самое все какую-нибудь грудинку меленько туда это или копчененько с грибочками вот как мы с тобой делали зажарку для картошки давать такую же в гречку только чувствую грибочки это самое и в гречечку это но это да а мы с евгением последнее время берем бекон по весу бекона берем столько же луком бекон мелкая лук мелкая еще столько же грибов все это зажарили а потом вот этим можно заправлять гречку можно отварить мелкую молодую картошку это сверху высыпать спагетти не стоит бы сильно жирно нормально нет нужно то что абсорбирует жир вот гречка хорошо его впитывать ну потому что же просто макароны в сале это ужасно это карбонара в сливках и я кстати карбонару не люблю жирно там да там очень жирно бекон не там очень жирно а гречка жирным он нужен соответствующий гарнир картошка хорошо жир воспринимает гречка хорошо рис хорошо сейчас в комментариях напишут гарнир борода-то рядом сидит но ты-то в гарнирах разбираешься и в жирах жрать меньше надо пишите 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 давай дадим всех вас давай дадим шанс напитку поменяем руку давай подводить итог под подмененную руку у нас с тобой просто сегодня еще работа пол заливать да да нам по нему ходить ваня заливал нам ходить значит что подводя итог могу сказать однозначно берите пробуйте есть у вас давайте так есть у вас третьем магазине именно гречневый значит гречишный вернее значит смотрите так он реально гречишный и здесь важно ваше отношение к гречке любите цените уважаете ну да смело берете будете пить радоваться вот как у нас будет полный штаны полные радости если гречку не любите берите тот который не вкусовой то есть какой-нибудь либо пшелищный либо рожаной если они существуют в природе насколько я знаю вроде существует и будет вам полное счастье потому что качество самого самогона внутри офигительные качество самогона бамбео конкретно здесь бамбео оценка 9 баллов да это должно быть редко на его оценку на канале ну это почти самая наверно первое в году почти самый высокий шум еще мы там могли с вами кого-нибудь виски дров не эти ваши рюмка на восьмой минуте напитки как я называю это на двенадцатый а уже на двенадцатый уже растет мы уже скоро запишем обзор не выпив да просто расскажете будем нюхать просто полчаса такщиком они и потом до свидания ну как тебе по закону вот там вот березковые стравы с с пятой лужи седьмого градуса шотландского берега не дотянула восточного холма деревня березовые почки растут именно там вот того вкуса который здесь да и на так по мне бамбео все достаточно разрывище я сегодня получил этот напиток я браться не раз единственное что нужно не давать пробовать ваниному папе как это было с водкой которые и в итоге это самое ну как бы ее и нет а вы хотели эту бутылку себя в баре оставить привези что больше не думали что все нужно лишь у папа скажет дай мне десять бутылок не там 15 было 15 забрал на где на юбилейном а потом люди вроде купить это было уже него если вы видели монтажную склейку это только чтобы вывезли евгений интересного интересного не узнать особенно тех кто живет в новосибирске конечно конечно а это еще про копеечку через дорогу ой ладно шакса вчера на куры было как что мы давно сказали 9 баллов там после 9 баллов будет склейка просто сразу вот сюда господа и прикушай к ним дамы пейте хорошие напитки подписывайтесь на канал дергайте колокольчики будьте здоровы да и покупайте пробуйте классный штук очень за вас спасибо Продолжение следует...